Добрый день, с вами канал OPP Teacher. Сегодня мы с вами поговорим об архитектуре фон Неймана. Джон фон Нейман после военных годов, когда была холодная война между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки, и когда особое внимание уделялось технологиям, создал такую архитектуру, концепт, парадигму создания компьютерных устройств, на которые опираются до сегодняшнего дня, то есть все спартфоны и планшеты, которые вы используете, это создано на основе архитектуры фон Неймана, если говорить о такой контекст 30-секундный. Дальше давайте поговорим, как это было создано и что это, в принципе, такое архитектура фон Неймана. Архитектура фон Неймана была создана на основе, думаю, так лучше, на основе человека, то есть на основе человека. То есть есть мозг у человека, который обрабатывает и сохраняет информацию. В компьютере есть процессор и память, а есть уши устройства ввода, глаза устройства ввода, то есть мы получаем графическую информацию через глаза, мы получаем аудиоинформацию через уши, аналоговый сигнал, и процессор потом эту информацию, наш мозг потом эту информацию обрабатывает. В случае компьютера это у нас клавиатура, мышь, микрофон, это все получается устройство ввода. Устройство ввода, с устройства ввода информация доставляется процессору, процессор эту информацию обрабатывает, и если надо, он эту информацию сохраняет в памяти. Вот так очень просто работает наш компьютер. И если говорить о устройствах вывода, то все очень просто. В случае человека, то есть я сейчас говорю, то есть я информацию, которая когда-то поступила мне через устройство ввода, я обрабатываю, и через устройство вывода, через свой рот, по сути, эту информацию предоставляю вам. В случае компьютера это, к примеру, монитор. Вы напечатали через устройство ввода, через клавиатуру какое-то сообщение, и это сообщение выскакивает у нас на мониторе. Или вы сделали рекординг, запись, написали классный бит и записали рэп-песню через микрофон, через устройство ввода. Эта информация обрабатывается через процессор, и уже на выходе у вас видео-аудиофайл, который можно воспроизвести через колонки, что является устройством вывода информации. То есть вы должны понимать устройство ввода и вывода. Думаю, вы уловили всю суть архитектуры фон Неймена уже, и я даже не знаю, что добавить. Вот, по сути, как работает архитектура фон Неймена. Через устройство ввода вводится информация, потом эта информация обрабатывается нашим процессором. Процессор делится на две части. АЛУ, арифметико-логическое устройство, и устройство управления. То есть у процессора есть две части, как у мозга, два полушария, арифметико-логическое устройство и устройство управления. через АФП, экологическое устройство, мы что делаем? Мы обрабатываем информацию через устройство управления, эта информация передается через нервы, через нервную систему, разные каналы. То же самое можно сказать, что устройство управления это в некоторой степени... Да, это мозг, который отправляет информацию через нервную систему, а нервная система это у нас материнская плата. Если так делать коннекшн, то, думаю, все понятно. Материнская плата, вы знаете, что материнская плата соединяет все части компьютера между собой. То есть процессор соединяется, коммуницирует, общается, общается со всеми частями устройства, принтером, сканером, монитором, мышью, клавиатурой через материнскую плату, как и наш мозг передает сигналы в разные части, в руки, пальцы, ноги, через нервную систему. Вот и вся архитектура фон Реймана. Я не знаю, что больше объяснять по этой теме. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, сделайте репост, потому что это очень важно. Спасибо.